Друзья архолюбы, здравствуйте, мои дорогие! Давненько мы уже с вами не встречались и я очень соскучилась по нашим орхидейным встречам. Надеюсь, что и вы тоже вспоминали меня, хоть изредка. У меня тут возникли проблемы с каналом, он, по счастью, остался пока, но моих друзей-орхоблогеров хочу предупредить. Не оставляйте, пожалуйста, ни единой ссылки. И вы, мои дорогие зрители, не обижайтесь больше ссылок на группы, где можно купить орхидей или какие-нибудь прибамбасы к ним, препараты, удобрения я тоже давать не буду. И не потому, что я не хочу этого, а потому что не могу. Слишком серьезными последствиями для канала это в дальнейшем может обернуться. Ну вот, после всех этих моих стрессов и волнений, связанных с дальнейшим существованием канала, мне захотелось чего-то такого светлого, прекрасного, самого, что ни на есть нынежнейшего. Поэтому этот ролик я посвящаю тем своим фаленопсисам, которые из-за своего розового окраса как раз и способны вызвать то самое, что ни на есть романтичное настроение. Сегодня вас ожидает готовьтесь розовая романтика. В числе первых, и по красоте, и по силе эмоций, которые она у меня вызывает, это, безусловно, красавица с яркой пятнистой листвой, вегания, которую все знают под торговым названием Филадельфия. Гибрид дивной прелести, орхидейное совершенство, соединившей в себе красоту обоих именитых видовых родителей, фаленопсиса шалерианы и фаленопсиса стюартианы. Благодаря душевной щедрости замечательного человека и блогера Оксаны Киселевой, я получила когда-то детку орхидеи, так называемого старого, уже ставшего чрезвычайной редкостью образца. Она у меня, конечно, подросла, но особо крупных размеров пока не достигла. Зато с каждым последующим цветением ее цветонос становится все богаче цветами, а мои восторги все более бурными. Да и как им не быть этим самым бурным восторгом, скажите на милость, когда видишь перед собой изогнутый тончайший дугой цветонос с цветами такой изящной формы, что они кажутся скорее легкокрылыми мотыльками, готовыми вот-вот взмахнуть своими трепетными крылышками лепестков и закружиться легкой стайкой в воздухе. В переводе с греческого фаленопсис означает «похоже на бабочку», и когда ты видишь цветы, сходные с природной формой, то тебе по-настоящему становится понятно и близко такое название. Если говорить же о розовом цвете, то тут он не бесспорен. Питалий сипали окрашены отнюдь неоднородно. Оттенок розового нанесен небрежно легкими мазками, так что и не поймешь, чего в окрасе больше розовой сирени или кристально-белого. Особую привлекательность цветам дарит, конечно, этот фирменный узор темно-бордобых крапин на нижних сипалиях и губе, которым так знаменитые родители гибрида шалериана и стюартиана. Он-то вот этот самый знаменитый крап, да еще и, пожалуй, необыкновенно изысканная форма цветка и не дает перейти вегании Филадельфии в категории фаленопсисов банально розовых, которые так многим приелись. Этот гибрид – моя самая нежнейшая любовная любовь, объединившая и мое увлечение варегатными листьями и безмерную симпатию к видовым, вроде шалериан и стюартиан. Еще один достойный гибрид, имеющий благодаря своим видовым предкам Фаленопсису Филиппиненсису и Фаленопсису Сандериани целый набор замечательных характеристик. Крап на его листях не так контрастен, как у вегании. Ярче всего он виден на молодых листях, и если ему не обеспечить должного освещения, то он и вовсе исчезнет. Но он есть, этот крап, и это сразу прибавляет орхидею в моих глазах симпатичности. Ну и пусть листья этого гибрида не так эффектны, зато каждое цветение Филиссандера сплошь зефирные облака. Идеальный, кудрявый, воздушный, нижнейший розовый, с чуточка медового оттенка, который прячется в самой серединке прелестнейшего округлого цветка. Вот вроде бы ничего примечательного в цветах и нет, но какую же радость приносит цветение Филиссандра. Это так называемая мультифлора, и фаленопсис изо всех своих орхидейных сил постоянно пытается соответствовать. Цветет он часто, щедро, обильно. Никогда меньше двух цветоносов я у него не видела. Правда, приходится набраться терпения и ждать, пока цветочные грозди распустят все бутоны до единого и предстанут в полной романтично-розовой красе. Но зато и цветет Филиссандр долго, и можно несколько месяцев ласкать взглядом эти нежнейшие облака розовых лепестков. Когда я приобретала его в свою коллекцию, то в первую очередь, признаюсь, соблазнилась обещанием какого-то неземного аромата. И то, что в придачу к нему шли симпатично пятнистые листья, решила вопрос в его пользу мгновенно. Но вначале это розовое очарование на аромат изрядно жадничало. И только вот это цветение, наконец, познакомило меня с ним, с этим обещанным ароматом не заочно, а вплотную. И он оказался ровно таким, как мечталось. Не ярким, но именно благородным. Парфюмерно-цветочным, пудровым, немного напоминающим аромат шалерианы. В общем, крапчатые листья, идеально взбитая розовая пена цветов и дивный аромат. Вот полный перечень всех достоинств этой орхидеи, которой многим придется по вкусу. А вот эту, при хорошенькую мультифлору, тоже в какой-то степени можно отнести к категории орхидейной зефирной облака. Хотя основной тон цветка белый, и даже не белый, скорее такой, молочный, но от серединки, там где опоясывает колонку неоновая ленточка, расходятся по центру цветков сиреневые лучики. И весь цветочек маленький, словно звездочка, будто бы озаряется нежным розовым сиянием. Нравится мне этот фаленопсис безмерно. Имеет он целых два торговых названия. Дикая рысь, это от компании Optiflor, и румянец джунглей. Это уже другой садовник постарался, на мой взгляд, с более развитой фантазией. Вот этот неожиданно теплый оттенок оранжевого, покрывающий губу и латеральные лепестки, действительно, словно деликатный такой цветочный румянец на щечках цветков, небольших, но восхитительно милых. Я, вы уже знаете, очень люблю подобные фаленопсисы а-ля эквестрис, дающие гроздья пышные, ветвистые, усыпанные цветами хорошенькими, как принт на летнем шифоновом платье. Они, может, и не бьют прям своей эффектностью на повал, но про них непременно хочется сказать. Ах, какая же это прелесть! Вот я и познакомила вас с погодой в моем орхидейном мире. Сегодня она облачная, но цветочные облака здесь дарят только романтичное настроение, потому что они легкие, пышные, розовые и воздушные, сплошная романтика. Надеюсь, такая погода всем по душе и лишь поднимет настроение. Прогноз погоды вела Алина. Ваша Алина.